Зима уже близко и первые снегопады не заставили себя ждать. В прошлых выпусках мы сообщали о том, что в Твери на уборку и вывоз снега хотят выделить 45 миллионов рублей. Однако средства между районами распределили весьма неравномерно, что многих озадачило. Почему так происходит и как будет организована снегоуборочная кампания в нынешнем сезоне, расскажет Анастасия Новичкова. Выделенные средства на уборку и вывоз снега предварительно распределили между районами. По 10 миллионов центральному, заволжскому и пролетарскому, а вот московскому определили аж 15 миллионов. Такие пропорции вызвали недоумение у многих горожан. Почему же огромному заволжскому району, расположенному на левом берегу Волги, выделили 10 миллионов, а правобережье областной столицы получит 35? Очень условное деление, это рамочный договор и рамочное деление, которое в том числе учитывает остатки средств по предыдущим контрактам на какие-то районы. Поэтому это не факт, что вот именно 10 уйдет, допустим, на центральный заволжский, а 15 на московский. Может быть, 35 уйдет на центральный, а 12 на московский. То есть это по ходу уже уборочной кампании. Все, что надо, все будет делаться. Содержанием дорог в Твери занимается МУП «ЖЭК». Для уборки снега организация планирует использовать около 30 единиц техники. В первую очередь будут расчищать и обрабатывать мосты, подходы к ним, магистральные улицы и крупные перекрестки. Напомним, что в прошлом году на уборку снега было выделено порядка 48 миллионов рублей. Остались ли довольны снегоуборочной кампанией прошлого сезона тверичане, узнали на улицах города. Убирали его не то чтобы прям хорошо, потому что, когда подходили мы к парковке обычно с моим товарищем, мы видели два огромных сугроба. Разгребали их очень долго, минут, наверное, 20. Потом долго собирались, ехали по сугробам опять-таки. Было не то чтобы очень хорошо и местами. То есть где-то было хорошо, где-то было не очень хорошо, где-то плохо. Вот как-то так могу вам сказать. Это я говорю вам за южный микрорайон. Это получается бульвар Гусево и Можайска. Вот примерно вот этот перекрасточек. Там было прям вот всё, как в деревне. То есть берешь лопаточку и всё, разгребаешь. Как-то так. Живу в Затверечье, и там вполне всё хорошо у нас чистилось, и машину было припарковать удобно. Поэтому меня всё устраивало. Меня всё устраивает. В московском районе всё хорошо. В прошлом году снег убирали плохо. На улице Жигарева, даже на платных парковках. Все были завалены. Ну, на Новоторске тоже там платные парковки были все завалены. Ну, в общем, неважно. Хотелось бы, чтобы в этом году всё было лучше. Чтобы снег убирали как положено. И не только на дорогах, а ещё возле домов. Если горы сокрушат тебя, от ваших следы ступить на более опасный путь. Большинство опрошенных тверичан отметили, что в период завершения 2022-го, начала 2023-го года снег убирали не так уж хорошо. Напомним, в феврале этого года МУП ЖЭК привлекали к ответственности за плохо почищенные дороги в Твери. Прокуратура Пролетарского района отметила рыхлый снег на проезжей части, а также снежные валы на обочинах автомобильных дорог. Прошлое не изменить, но можно извлечь из него уроки и исправиться в этом снежном сезоне, чтобы оправдать полученные средства. Продолжение следует... Продолжение следует...